Всем доброе утро! Спасибо, что пришли и на третий день выжили. Сегодня я буду рассказывать о том, как я подхожу к открытию бара и тема названия моей лекции «Барная жизнь в условиях тотального запрета». Почему такая тема? Потому что, прожив три месяца в Украине, открываю бар, во Львове, вернее, открыл на днях, мне постоянно задавали вопросы. Оправда ли, что у вас нельзя вот это в Беларуси? Оправда ли, что у вас нельзя еще что-то? И я об этом долго думал и пришел к выводу, что тема на самом деле очень интересная. О том, что нам постоянно запрещают и как я шел и открывал непосредственно заведения в Минске, в Питере были проекты, вот сейчас во Львове. Так вот, каждый раз в жизни мы слышим с детства слово «нельзя». «Нельзя трогать это, руки помой, потому что есть нельзя». И с детства нам навязывают наши мамы, папы, бабушки, в будущем начальники, что что-то нельзя. Я через «нельзя» пришел, в принципе, в барную индустрию. Я сам из многодетной семьи, и когда поступил в университет, пришло такое время, что просто тупо у семьи не хватало денег на меня, и пришлось идти работать. И когда я устроился на работу, я от родителей только и слышал, что как ты можешь работать, нельзя, 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 нужно учиться, нужно учиться. Ну, я научился совмещать и ломать в себе какие-то вот эти преграды для того, чтобы банально выживать, покупать себе одежду, ездить, отдыхать и так далее. Ну, индустрия засосала по итогу, я не стал инженером-механиком, я стал барменом. Сейчас я уже открываю бары, и совсем скоро открою свой бар в Минске. Через какие-то вот эти вот преграды, через «нельзя», через «не хочу», «не могу» пришлось переступать. Как мы это делаем в Беларуси? У нас на самом деле очень такие жесткие законы в плане открытия заведений, много очень условностей в законодательстве. И чтобы вы понимали, когда я сейчас листал прайсы в Украине и подбирал алкоголь в бары, в бар, который открывали, я так немножко офигел, у меня глаза разбежались от ассортимента. У нас в Беларуси представлено все, что есть на полках любого магазина-гипермаркета, только ритейл-позиции. То есть у нас нет чего-то редкого, у нас нет шартреза, у нас нет сюза, у нас нет мороскина. Мороскина совсем недавно появился. У нас долгое время не было биттеров, хотя коктейльные бары у нас уже существуют лет 15 приблизительно. И мы как-то из этого выходили, придумывая разные штуки, изобретая свои какие-то инфьюзы, создавали, прописывали их по документам. Грубо говоря, изучая полностью законодательство, мы вводили в своих барах различные заменители. Заменители чего-то, того, что мы не можем получить. Как устроена у нас алкогольная индустрия? У нас есть такое понятие, как называется, квоты, алкогольные квоты. И чтобы вы понимали, вот в год в Беларусь можно привезти 10 тысяч литров джина. Есть 5 компаний, которые между собой делят эти 10 тысяч джина. И каждый год на протяжении вот уже, наверное, лет 15 происходит такая ситуация, вот скоро Новый год, у нас исчезнет большая часть джина, которая есть на рынке. То же самое происходит с ликерами. Единственное, что у нас всегда есть в наличии, это виски, который не подпадает под эти квоты, выдержанный виски, он не попадает. Все остальные напитки, они постоянно заканчиваются. И мы вот живем в таком запретном каком-то мире и существуем. Но при этом баров открылось много. И дальше я немножко расскажу о барах в Беларуси. Так вот, наше нельзя переросло вот в какую-то такую борьбу за права там барменов, баров. К чему это все привело? Два года назад мы организовывали первую в Беларуси выставку. Мне посчастливилось там участвовать. И ребята из школы Splash & Dash организовали круглый стол с министром торговли. И было вынесено порядка 50 вопросов, как упростить нашу работу. И скажу, результаты спустя два года есть, нам упростили. И из 50 пунктов, наверное, приняли пунктов 10 на государственном уровне, когда мы встречались с барменами, вот непосредственно с министром торговли. Это было безумно круто, что они пошли с нами на диалог. И вот это вот нельзя уже перерастает потихоньку в можно. Тоже очень важная тема, когда говорят нельзя. Все были в этих ситуациях, когда ты говоришь что-то против чего-то мнения, начинают люди переходить на личность. Здесь тема переход на личность – это как создавать бренд, как создавать личный бренд. Потому что для меня бар – это не только какая-то жизнь коктейльная, вот в культуру питья и так далее. Любой бар – это бренд, который должен зарабатывать деньги. Бары в первую очередь открываются только для того, чтобы зарабатывать деньги. И это можно делать красиво, подавая коктейли. Это можно делать, открывая пивнуху, рюмошную, налывки, как во Львове и так далее. В любом случае это бизнес. Поэтому ваше лицо того, кто это продает и как вы это продаете, это и есть переход непосредственно на личность, на узнаваемость бренда. К чему это приводит? Когда начинается выстраивание бренда, случаются там успешные проекты, о вас начинают говорить. И в будущем уже на своей шкуре знаю, что поступают предложения открытия баров в разных странах. Так я пришел во Львов. и очень счастлив, что открыл там бар. Построение какого-то образа профессионала – это условно. Образ, он не создается. Личный бренд, как сказать, он приходит по вашим заслугам, по тому, как работают ваши места и какой от них профит в конечном итоге. Любой, как говорится, взлет приводит к тому, что очень больно потом падаешь. Так случилось со мной 4 года назад. Мне предложили мои друзья, партнеры заняться безумно крутым проектом. Я когда-то отучился на Сомелье давным-давно. И пришел момент, когда мне предложили проект. Это винный бар в небольшой площади, это 30 квадратных метров. И отдали его полностью под мое управление. Это был первый мой проект, который я открывал с нуля. И мои друзья-партнеры, с которыми мы уже 20 лет дружим, хотели открыть заведение, как они называли, для своих жен, чтобы им там было весело, чтобы мы там могли легко отдыхать. И чтобы там были приемлемые цены. И по факту мы это сделали. Это был безумно крутой проект. Назывался он «Счастье есть». Да, мы так стебались. Вот оно, счастье. Вот все круто. Мы дали в плане вина самые низкие цены в городе. Каким-то образом, сломав понимание ценообразования, в принципе, под нас начали подстраиваться другие заведения, которые продавали вино. А подход у нас был очень простой. Я шел в магазин, выбирал определенную ценовую категорию вин, там условно до 10 долларов. Выбирали, мы ставили 8 бутылок и начинали дегустацию. Пробуем так. Это подходит. За сколько мы его будем продавать? Мне бы за него не впадло было бы заплатить в баре 18 долларов за бутылку. Так мы делали ценообразование. И для гостей это было прям подарком, потому что вина пили очень много. Мы в месяц продавали, когда только открылись, порядка 5000 бутылок вина в 30 квадратных метрах. И это было лето. Тогда еще там не было, скажем так, барной улицы. Было несколько заведений, но эта улица еще была не развита. И у нас происходило там какие-то невероятные вечеринки. 30 квадратных метров вмещали внутри человек 50 и на улице еще человек 100. У нас банально просто даже не хватало бокалов, куда их поставить. Мы по итогу подавали в пластике. Просто люди некоторые приходили со своими бокалами. И это было безумно круто. И было ощущение, что мы вот в Европе мы словили, как модно говорить, какой-то хайп. И в этой эйфории забыли просто считать правильно деньги. Забыли, что такое барный бизнес и то, что все-таки нужно считать. То есть у нас мы купили 100 бутылок вина, продали 100 бутылок вина, заработали какую-то там денежку, довложили и пришли к тому, что когда похолодало, а мы не разработали стратегию на будущее, думали, что так всегда и будет, что все будет круто. Пришла зима, и наши 30 квадратных метров с 16 посадочными местами привели нас к безумному убытку. И я и называю это падением, когда твоя команда безумных ребят, профессионалов, это был такой семейный бар, в котором мне удалось персонал воспитать и привести к тому, что мы сами мыли пол, сами мыли туалеты, мы все убирали сами, то есть готовили встречать гостей, как у себя дома. Это было безумно круто до момента, когда два месяца ребята терпели, а на третий месяц, то есть мы за три месяца должны были им зарплаты. Мы не могли их выплатить, потому что нам пришлось платить уже по кредитам, по долгам, за которые мы открывали это заведение. Банк требовал, и пришло решение просто закрыть это место. Со мной владельцы рассчитывались, рассчитались только, наверное, вот год назад за все, а прошло уже четыре. С ребятами произошла такая ситуация, что вроде как все работают, все за, все круто, владельцы просто приносили свои деньги и отдавали, не вытягивая их там из какого-то оборота, это просто вот личные какие-то деньги. Они рассчитались с ними за полгода. Команда разбежалась, все сейчас работают в разных местах. Какой вывод у меня после этого был? Ну, просто ужасный, потому что вина была полностью моя. В том, что произошло, я был управляющий директор, и да, из-за этой эйфории я перестал считать, перестал вести какой-то анализ, бухгалтерию там и так далее, и все пришло… Это самое ужасное, что может случиться с очень успешным проектом, который мы до сих пор мечтаем еще раз переоткрыть уже в других условиях, потому что он на самом деле был великолепным. Спустя 4 года мне практически каждый месяц приходят сообщения там в Фейсбуке или в Инстаграме, когда же вы все-таки откроете. То есть наши гости, которые ходили, они очень хотят, чтобы это место снова появилось. У нас была попытка переоткрыть, и называлось оно… Вот опять же, что мы упустили в этом проекте. Мы назвали «Счастье есть». У нас был очень красивый логотип, фирменный стиль и так далее, но мы не вовремя подались на регистрацию знака товарного. И в это время вместе с нами кто-то запустил доставку еды здоровой «Счастье есть». И они получили законное право бренда в Беларуси «Счастье есть». И у них это круто получилось, потому что они на нашем закрытии, на вот этом вот каком-то хайпе получили себе безумное количество клиентов. Все думали, что это тоже наш бренд. Спустя какое-то время просто уже люди выяснили, что это не мы. У нас после закрытия была попытка еще раз открыться, и заведение называлось «Счастье здесь». Это была на самом деле глупая ошибка. Мы открывались, как я назову, с фанатиками-вегетарианцами. Изначально договорились, что будет какая-то здоровая вегетарианская еда, вино, органическая, все более-менее, потому что в 30 квадратных метрах у нас не было кухни. И мы делали там условно в другом заведении какие-то паштеты, еще что-то. Мы подавали сыры, мы подавали хамон, сами это все нарезая. Но вино требует все-таки большего количества еды. И вот возникла идея, а почему бы не продать это вино с вегетарианскими блюдами? И проект тоже провалился, потому что оказалось, что вегетарианцы особо не пьют, а дальше еще оказалось, что они не готовы платить деньги за какую-то здоровую пищу, правильно приготовленную. И все эти продукты стоят безумных денег. И вегетарианцы, они еще те счетоводы и не готовы платить такие деньги за какие-то изыски. И проект тоже закрылся, хотя после нас там еще вегетарианское кафе существовало, наверное, чуть больше года. Было довольно-таки успешным какое-то время. Сейчас на месте там итальянская какая-то закусочная. Вот. Такое было падение, и я после этого реально не мог… Да, я попал в депресняк, я пошел работать в бар, просто барменом. Еще один проект, которым я чуть позже расскажу, который загибался, и мы с ребятами смеемся над этим. У нас, опять же, было две попытки открыть сигарный клуб с виски для джентльменов. Один раз мы его открыли, это бар Герои. Просуществовал он полгода, после чего решили сделать ребрендинг и сделать из этого коктейльный бар, он стал успешным. А потом мы открыли заведение Smoke and Mirrors, которое было безумно красиво, и все нам сказали, что Минск пока к этому не готов, что богатые люди не готовы приезжать в центр, курить сигары, пить виски. Рядом у нас был салон парикмахерской, мужской, и расчет был такой, что джентльмены приезжают привести себя в порядок, и пока они там ожидают, они могут выкурить сигару, выпить виски. Расчет был такой, но ничего не получилось. Проект, в который вбухали, даже страшно называть эти цифры, это было порядка 180 тысяч долларов в 40 квадратных метров, дорогущая мебель. Просто ребята провалились, и второй раз наступили на те же грабли. И дальше я буду рассказывать про проект, который там случился, который мы сделали за 20 тысяч баксов. То есть сама идея бара был уже применен, скажем так, весь опыт работы в барной индустрии, и этот проект создавался уже как это необходимо делать, как нужно создавать бары и правильно к этому подходить. У меня есть такое слово «бар равно прибыль», то, что я в самом начале говорил. Не может быть какой-то супер истории коктейльной, несения культуры питья, готовить исключительно нечто изысканное. У нас, к сожалению, в Минске не Лондон, и таких гурманов нет, поэтому вот подход был такой, сделать бар, в котором будет комфортно тусоваться определенной публике, которая будет готова тратить деньги. И мы начали изучать конкурентов, которые находятся вокруг нас. В момент, когда мы уже делали этот проект, у нас запустилась полностью бар-стрит, в Минске есть бар-стрит, улица Зыбицкая. Чем знаменательно? Там есть здание, в котором 28 баров. То есть там мекка, тусовки, там нет жильцов никаких, и все бары работают ночью, до выходные, до 5, до 6 утра. К сожалению, не нашел четкой фотографии, чтобы показать, но если загуглить улица Зыбицкая, Минск, то увидите, какое количество людей там тусуется летом. Прямо сказать, что это много людей. Я буквально месяц назад приезжал в Минск со Львова, и во Львове так немножко устал от туристов, от количества, сколько их там ходит. Приехал, и мы с барменеджером Бачевским гуляли по Минску. Я ему показывал бары, и как раз-таки это такие последние, наверное, теплые деньки были в Минске, прям жаркие. И мы пришли на Зыбицкую, и он говорит, здесь людей больше, чем на площадке рынка. А я сам давно туда не спускался, я смотрю вдаль, в бездну, а там реально все в людях, все бары забиты, все тусуются. И так немножко порадовался, потому что, если знаете, во Львове тяжело потусоваться там после 12. Там очень много жителей, которые возмущаются, выливают ведра воды, еще чего-то. Мы уже столкнулись с этой проблемой, открыв бар. В первый же день у нас были определенные проблемы, что мы очень сильно шумим там и так далее. В этом весь Львов. Ну, а у нас можно тусоваться там до пяти, до шести утра, и это безумно круто. Так вот, мы занялись изучением конкурентов. Кто из конкурентов и сколько их нужно искать? Я нашел в нашей округе порядка 60 мест, которые являются прямыми конкурентами нашему бару. Какой простой подход изучения конкурента? Во-первых, это время работы, кто с тобой пересекается по режиму работы. Второе, да, мы хотели открыть коктейльный бар. Кто готовит коктейли? Не просто коктейльный бар, а кто готовит коктейли? На данный момент, мне кажется, в любом заведении готовят коктейли. Если вот заходишь везде, открываешь менюшку, у всех есть. То есть под это число попали практически все заведения, которые находились в округе возле нас. Что еще мы изучали? Средний чек. Как его узнать? Это довольно-таки просто. Это нужно ходить в те самые заведения, которые ты знаешь и уже выписал себе список и наблюдать за тем, как двигаются люди. То есть приходишь, садишься за барную стойку, считаешь количество человек, находящихся в заведении. Буквально часок сидишь, пьешь кофе там, либо коктейль и смотришь, что заказывают, смотришь приблизительные цены и можешь сложить для себя какой-то средний чек за вечер, за час, за проходимость, какая проходимость. И это все приблизительно, но это очень действенно. Потом в будущем, в формировании ценообразования бара. Как еще можно узнать средний чек? Все мы дружим между барменами там и так далее. Невзначай можно спросить, слушай, а сколько там у вас? Очень многие сливают эту информацию, делятся этим, рассказывают, хотя я считаю, это не очень правильно рассказывать о том, как у тебя обстоят дела. Наш мир развивается, и конкуренты начинают друг друга уже изучать. И, как говорится, когда знаешь врага, его легче победить. Так вот, узнав средний чек, изучив всех конкурентов, мы пришли к выводу, что такое понятие, как целевая аудитория, оно обширное, и все зачастую… Ты приходишь в бар, или к знакомому, какая у вас целевая аудитория, и что тебе отвечают? Ну, к нам ходят айтишники, к нам ходят бизнесмены, к нам там ходят еще кто-то, еще кто-то, и до конца толком никто не знает свое ЦА. Кто эти люди? Как мы подошли в курилке к изучению целевой аудитории? Это да, это помогли какие-то бизнес-тренинги, которые я посещал, и понятие целевой аудитории, и понятие вообще портрета клиента вела когда-то компания Procter & Gamble, еще в 50-е года, у них в офисе, тоже если загуглите, офис Procter & Gamble, он увешан полностью фотографиями. Это не просто фотографии, это люди, которых они изучали, то есть портрет клиента. И если вы обращали внимание в гипермаркетах, как выстроены порошки Procter & Gamble, на нижней полке там всегда стоит какой-то тайт, самый дешевый, в середине там, допустим, Ариэль, и чуть выше их премиум бренды. То есть они реально это делили по социуму. Как они это изучали? Они подходили, кто их вообще покупатель. Это домохозяйки, это домработницы, это там то-то-то. И вот эти вот все портреты, это лица реальных людей, которых они изучали. То есть там целая группа маркетологов работала над изучением портретов клиентов. Мы подошли к этому точно так же. Благо нам не нужно было ходить, фотографировать и так далее. Есть сейчас на данный момент Facebook, есть Instagram. Facebook позволяет изучить целевую аудиторию очень легко. Вы заходите на страницу бара конкурента и листаете просто список, открывая кто, чего. Если на страничку подписываются, то процентов 80 эти люди уже там были. И таким образом, изучая целевую аудиторию наших конкурентов, мы пришли к выводу, что мы бы хотели немножко отделиться от улицы Забицкой, в которой происходит перемешка разных аудиторий. там есть крутые бары, вот сидят ребята из Молтен Хоббс, у них крутая аудитория целевая. Это да, это люди с высоким достатком, но при этом туда пиво приходят попить и студент может зайти позволить и так далее. Но аудитория очень крутая. Мы тоже приблизительно хотели заполучить именно такую аудиторию. Выделить, мы не хотели у себя в баре видеть хипстеров. это не говорит о том, что мы против их, мы открыты для всех, но чтобы это было бизнесом, нужно все-таки своих гостей знать. И подход был уже дальше в проекте, как это случилось. Естественно, мы не можем их как-то заманить и команда следующим пунктом стоит. У меня был такой подход к команде, я хотел набрать ребят, которые 30+, скажем так, чтобы они притягивали точно такую же аудиторию. То есть, чтобы можно было на равных общаться. И зачастую, кто в баре работает, знает, что там какой-то бизнесмен, серьезный и так далее, он с мальчиком разговаривать не будет. И скорее всего, что ходить туда не будет, потому что ему неинтересно. Вот подход был именно такой в подборе команды. У нас есть там своеобразный стёб, в начале нас было пятеро, четверо женатые, у четверых есть дети, один неженатый. И мы Максиму постоянно говорим, все, нужно, нужно, давай уже женись, чтобы быть полноценной командой. Мы пять колец над баром повесим, как олимпийские кольца. Но смысл в том, что подобрав такую команду, это было сложно собрать всех ребят именно такого возраста. Но у нас получилось, и отлично, что наши владельцы, они, скажем так, с нами одного возраста. Их друзья такого же возраста. И когда мы открылись, первый месяц было все вроде как неплохо. К нам пошла как раз таки та самая аудитория, которую мы ожидали. все были довольны, но, чтобы вы понимали, бар раскачивался полгода. Полгода мы терпели, мы работали в ноль и небольшой плюс, нарабатывая и перетягивая именно с той самой улицы Забийской людей. В сарафанном радио у нас есть еще один принцип с ребятами, с которыми я работаю, мы не платим за рекламу и никогда не платили никому. То есть вот есть такой маленький принцип, открывая маленький бар лучше работать с сарафанным радио на знакомствах, на каком-то привлечении ребят. У нас очень много в первый год было гест-бартендингов, приезжали ребята из России, из Киева, ну, со всего мира много кто был. Это тоже очень хорошо работает, потому что это определенный сарафан, когда к тебе приезжают, потом рассказывают как-то обычно бывает, ой, а куда в Минске сходить? Я работал там-то, там круто. Это передача уже на новую целевую аудиторию туристов. Так вот, раскачивались мы полгода, и потом у нас произошел такой бум. Мы через полгода не просто там удвоились, мы утроились в выручке. и с чем это связано, мы вот до сих пор гадаем. Это та самая бомба замедленного действия сарафанного радио, либо это там наш тяжелый труд и желание, чтобы все-таки все было лучше. До сих пор этого так толком не понимаем, но это произошло. Отдельным пунктом у меня идет музыка. Почему? Потому что когда-то мне довелось работать очень с крутым барменеджером, управляющим, он, к сожалению, пару лет назад умер, и он нас в баре, в котором мы работали, воспитал к отличному музыкальному вкусу. Он научил нас немножко манипулировать людьми. У нас музыку в баре ставят сами бармены, и никто к ней не может больше подойти. И это может играть в один момент джаз, а через 20 минут может играть цой, может играть сплин, может играть AC-DC. То есть у нас нет как такового музыкального формата, может играть какая-нибудь попса, если бармен чувствует, что вот в этот момент это нужно. И таким образом все ребята в том числе научились немножко манипулировать гостями с помощью музыки, вызывать ту самую эмоцию, когда гости просто кайфуют, они могут подпевать. Кто-то у нас из гостей сказал, что курилка это спикизи караоке бар, в котором не дают микрофон, но все поют. Это безумно крутое ощущение, когда весь бар в угаре поет всем знакомые песни и вот это тоже сыграло, что мы начали ставить песни нашей какой-то молодости, юности и так далее, и на этом мы сработали. Хотя возвращаясь к слову нельзя в самом начале, долгое время было понимание того, что в баре почему-то должен играть только там либо джаз, либо какой-то лаунж, либо еще что-то, а мы решили нарушить вот это вот правило и наши учредители сразу так немножко боялись этого, что как-то будет там играть русские песни, русские слова, которые все узнают, как там будет играть еще что-то, это же некрасиво. А когда сами в пьяном угаре и их друзья там бизнесмены и так далее под цоя вытанцовывают и поют, поняли, что это круто, почему бы плюс у нас еще всегда на выходных есть живая музыка, бар маленький, но мы умудрились там сделать мини-сцену и есть крутые ребята, которые даже выступают полным бэндом, четыре человека, которые, чтобы вы понимали, мастятся на расстоянии вот чуть больше этого столика, вот так вот, вчетвером. Электронный барабан, гитарист вот так стоит, басист, вокалист по центру и это тоже привлекает людей, когда они видят, что безумно громко круто, это работает. Есть пункт такой стратегия на будущее, я это называю взгляд вперед и придумывание различных проектов внутри уже бара. Один из таких проектов помог нашему бару опять же завоевать какую-то публику, этот проект назывался битва баров. Принцип был очень простой, проект скажем так, частично придумал я, частично подсмотрел, когда-то делал серанги варкян в Москве, баркуба назывался, они делали подобный проект приблизительно там 10 лет назад, но у них он не очень там сработал, а я про него слышал. И модель очень похожая на ту, которую мы сделали, ну там небольшое отличие было. Так вот, в чем заключался проект, мы договорились с алкогольной компанией на призовые 2000 долларов и в понедельник нужно было представлять свой бар, то есть как-то все на это так первый год хорошо клюнули, отозвались и мы в понедельник первых наверное две битвы, которые проходили, были не очень, а принцип был такой, что нам алкогольная компания деньги дает, в средний понедельник у нас была там выручка типа 200-250 долларов, даже если у нас будут гестбартейнги там и так далее, может быть будет больше, меньше точно не будет. И вот решили, что почему бы в понедельник не рискнуть. Рискнули, к чему это привело, что у нас понедельник стал пятницей. Минск тусовался в понедельник, бар забедовался полностью и даже команда, которая победила в тот год Эль Пушка, она сделала выручку, которую мы перебили только через год своим баром. Нас постоянно подкалывали учредители, что вы не можете сделать такую выручку, ребята сделали, ну, возможность есть, давайте, работайте над этим. Так вот, задумка очень простая была, победитель выявлялся по сумме, кто больше сделал выручку, тот и победил. Смысл был такой. И мы не ожидали, все бары начали готовить какие-то безумно крутые вечеринки, представляя свой бар, декорации и так далее. Только когда уже проект начал, пошел к финишу, я начал задумываться о том, что очень прикольно изучая конкурентов и так далее, мы их еще позвали к себе. Только пришло осознание уже после, грубо говоря, проекта, что мы сделали какую-то такую штуку, через которую пришли все гости наших конкурентов. Какой процент у нас задержался, я честно, это сложно сказать, потому что в Минске он город небольшой, все в принципе друг друга знают, и гости там из бара в бар сейчас процветает бархопинг. Они переходят и оценить сколько к нам людей пришло мы не можем. Но то, что мы там показали свой бар этим гостям, это был безумно крутой результат. В прошлом году тоже проводили битву, она не так прошла успешно, как в первый год, в этом году скорее всего, что вообще не будем ее делать. Но сам принцип того, что стратегия на будущее привела через этот проект к проектам, которыми мы начали дальше заниматься. Каждый из барменов может предложить какую-то историю, которую он хочет реализовать, и мы всей командой это делаем. Второй наш проект это квартирники, которыми занимается Игорь Чистобаев. он у нас сочиняет стихи, стихи про коктейли, пишет песни, он в баре поет на укулеле свои песни, тоже создавая определенную атмосферу. И пришли к выводу, было какое-то воскресенье, когда приходят в основном знакомые, и был паренек из Питера, который начал читать стихи в баре. Мы ему разрешили зайти на сцену, в микрофон, и так родился наш проект «Квартирник». Квартирник это поэтические вечера, когда люди выходят, читают стихи. Дальше это переросло у нас, мы это назвали как есть версус, барсус. Мы позвали ребят из Питера и сделали такой баттл между барами с песнями, а сейчас у нас квартирники проходят в режиме допустим Есенин против Цветаевой, команда девочек, команда мальчиков. У нас есть уже спонсоры, которые выделяют под это какие-то призовые алкоголь, все это в каком-то таком дружелюбном угаре происходит, и у нас есть четверг, который у нас раз в две недели проходит квартирники. Что еще на будущем мы разрабатывали, мы сделали тоже такое не новое понимание, у нас есть понятие среда наоборот, когда в бар можно прийти, если вы хотите зайти за барную стойку, в среду у нас можно зайти и приготовить коктейль самому себе. Перед этим мы проводим инструктаж и так далее, и очень часто у нас бывает, что наши друзья-гости прям записываются на среду, а можно я за стойкой, там два часа постою, придут мои друзья, я хочу им поготовить коктейли. То есть такая лояльность для гостей. И это тоже работает, сейчас мы над этим проектом уже по-другому работаем, мы хотим его привести более-менее в какой-то бизнес-модель, и у нас это будет выглядеть так, что если ты хочешь зайти за барную стойку, то ты покупаешь у нас сертификат, что в этот сертификат входит, это двухдневное обучение, бармен, который будет этим заниматься, он просто гостин, два дня учит, они находят время, там по 4 часа, какие-то основы барные дают, и уже намечается дата, когда этот человек выходит в бар, его красиво там одевают, так же как бармена, он чистый, опрятный, все как положено, чтобы выглядел, и он уже немножко умеет готовить, чтобы это не было просто вот кто-то зашел за бар, а уже какая-то модель, и плюс в этот сертификат входит три коктейля, которые он может сам себе приготовить и выпить, то есть просто так запуская в бар, да, круто, весело, классно, но модель, бизнес для гостей, которые приходят не очень, видеть, что кто-то зашел в бар, пришли к такому проекту, и постоянно работаем над какими-то вот нововведениями, чтобы не стоять на месте, потому что если не развивать бар, если не придумать какие-то активности, рано или поздно придет момент, что людям просто станет неинтересно туда ходить, просто выпивать. Очень такая фраза, которую прочитал у одного нашего IT-специалиста, который занимался барным пабликом ShakeUp, он как-то написал, что все говорят о том, что нужно выйти из зоны комфорта, блин, я вашу мать 10 лет создавал себе комфорт, чтобы жить в нем. Я об этом задумался, что да, постоянно нам опять же говорят, что там что-то нельзя выйти из зоны комфорта и так далее. Это можно на себя примерять, но что касается непосредственно вашего заведения, бара, то я считаю, что да, нужно наоборот создавать комфорт и ни в коем случае не выходить из него. Если вам самим там некомфортно, то гостям скорее всего тоже будет некомфортно. И как к этому приходить, я перед этим рассказал, как мы создаем комфорт для гостей. Я забыл сделать поправку, бар Курилка, почему называется так и что там вообще происходит, это был Степ над Smoke and Mirrors. Степ, который наши постоянные гости, которые ходили в Smoke and Mirrors, они между собой созванивались и говорили, ты где? Я в Курилке в этой там в центре. И плюс, когда мы уже решали, как все-таки назваться, пришли к тому, что наше юрлицо называется Smoke Room. Ну, почему просто не назваться Курилкой? У нас курят в баре, в Беларуси можно курить в барах, и я скажу так, что в пятницу, в субботу там невозможно находиться, там накурено, но при всем при этом эта масса там тусуется. Я сам после Львова туда приехал, зашел, но я смог там пробыть там час. Мне очень тяжело уже. У вас нигде не курят, и это безумно круто, и я очень хочу, чтобы у нас тоже запретили курить. И опять же, нас все спрашивают, почему, как Курилка будет, если запретят это? У нас есть образ, понимание, что есть Курилка. Курилка – это не место, где курят, а в институте. Что происходило? Все встречались на Курилке, пообщаться там. Где-то на другой работе все действия происходят на Курилке, и у нас квадратная стойка, и какой-то в этом есть модель, что все между собой могут пообщаться, познакомиться и так далее. и в этом и есть образ Курилки. Да, но при этом у нас курят, что очень прискорбно. А сейчас немножко про Беларусь барную. Я сейчас посмотрю, сколько времени. У меня еще есть. Беларусь барная. Не нашел фотографию прям всех-всех-всех наших ребят. Это фотография с дня бармена, сделанная года два назад. У нас есть безумно крутые ребята, которые на чистом энтузиазме создали школу. Создали школу, которая называется Splash and Dash, и занялись, скажем так, благим делом, начали обучать барменам. Куда это переросло? Ребята, опять же, не стояли на месте и создавали различные проекты, и переросло это все в большое комьюнити. Оно никак не называется. Мы пытались сделать там организацию, как-то это зафиктировать, но пришли к мнению, что нафига делать, мы все равно все между собой дружим общаемся и делаем какие-то полезные вещи для города. И здесь ребята, те, кто основали, это Митя Юрченко, это Женя Мельников, который родил это все и собрал ребят, Денис Вальдес, остальных не вижу. Миша Коноваленко, Женя Рогов, такие наши известные ребята, Вася Сапунков, которые запустили вот эту вот дружную модель общения между барменами и сделали очень много проектов, которые собирали людей на природе. Безумно классный проект был Full Out Summer Party, когда мы в конце августа просто сделали всеобщий корпоратив для барменов. Подключили алкогольные компании и собрались на природе, где были какие-то спортивные развлечения, там был концерт, бани, естественно, пьянка, песни у костра. Ну, то есть проект, который объединил ребята, можно было в свободной форме всем встретиться, пообщаться. Многие даже в этот день закрывали просто бары, то есть это был, по-моему, понедельник или воскресенье, два дня это шло. В прошлом году я не попал, к сожалению, потому что был во Львове, но то, что ребята делают, вызывает просто гордость за страну. И то, что я рассказывал, что была выставка, они полностью занялись своей группой. Я немножко там принимал участие и сделали первую, более-менее организованную барную выставку. У нас, опять же, все связано с законами. Мы не можем сделать барометр, к сожалению. наше законодательство там не позволяет. Хотя сейчас начинаются какие-то поблажки, и у нас уже проводили Whiskey Fest. Это нечто подобное на Whiskey Drum, который проходит в Киеве. Получилось, организовали, и я думаю, что в ближайшие, наверное, года два все-таки кто-нибудь займется и сделает у нас какую-то барную выставку со спикерами интересными. Ну, мы об этом только мечтаем. И наша комьюнити уже разъехалась по разным странам. Там Лиза Малявка живет в Нью-Йорке, Денис Вальде стал амбассадором пакета Перно-Рикар в СНГ. То есть ребята все растут, и о нас уже, слава богу, знают в мире. И вот буквально вчера у меня было такое общение. Есть у вас паренек, такой Травкин, по-моему, он называется, который бархопингом занимается. И он такой говорит, не, ну вот скажи, ну Минск это все-таки по сравнению с Киевом, еще с чем-то. Там баров нет нормальных. И меня это так задело. Я ему просто говорю, слушай, ну может быть для киевлян, которые живут в Киеве, там нет нормальных баров. Говорю, нужно подходить к этому не так, говорю, а изучать культуру. К чему это хочу привести? Потому что в каждом городе есть своя определенная культура, есть свой дух. И у нас он такой, какой есть. Он у нас дружный, он у нас такой тусовочный. Все бармены между собой делятся информацией там и так далее. и все это проходит на дружеских каких-то началах. И когда мы слышим, что там у вас бары такие-то, это да, это вызывает какую-то обиду от людей. Мы развиваемся. Почему могу уже утверждать, что каждый город разным? Потому что прожил во Львове три месяца и запускал там бар. И там абсолютно другая культура, абсолютно другая аура. Этот город живет в другом ритме. При всем, при том, что там много туристов, они все ходят, расслабленные там всем. Минкс живет немножко другим путем. Киев довольно-таки быстрый город. Москва гораздо быстрее. И везде свои люди, свои нравы. И поэтому какие-то бары могут нравиться, какие-то могут не нравиться. Нужно воспринимать не бары, а людей, которые работают за стойкой, видеть перед собой профессионала и доверяться ему. На этом у меня все. Надеюсь, что информация, которую я дал, была полезна. Если есть вопросы, можно задать. У нас еще есть пару минуток. Бар во Львове называется «12 Steps». Родился он очень просто. Это был подвал. Естественно, подвал во Львове, в котором было 12 ступенек вниз. Изначально. Улица Яна-Жишки 2. 12 ступенек вниз. Сейчас их там 14. Потому что эти 12 ступенек, они были огромные и было неудобно спускаться. Ну, когда мы придумали название, опять же, начали изучать все это, гуглить, и оказалось, что 12 Steps – это программа, которая была придумана во времена рождения сухого закона по борьбе с алкоголизмом и наркоманией. И у нас есть такой постулат, небольшой ступ, что 12 Steps во Львове – это как проект, который направлен на культуру питья, и мы не будем подавать там налывки и пиво, жирную еду. Мы будем стараться приучить гостей пить что-то интересное. Вот просто такой ступ. Мы уже не стали просто менять название, которое родилось, сделали логотип там и так далее, и пришли к тому, что, блин, есть программа по борьбе с алкоголизмом. А еще в таком религиозном городе. А черт, не будем менять, будем что-то придумывать. Поэтому вот, да, бар уже работает, работает со среды, работает с 6 вечера и до последнего гостя, то есть до 4, до 5 утра. Поэтому всех жду во Львове, приезжайте, там круто, и в Минске жду обязательно. Повторите, потому что там пишется. Я понял. Как я искал инвесторов, завязывал с ними отношения. На самом деле, все как-то происходило просто. Какое-то время я работал в ресторанах высшей там наценочной категории. У меня там не было взаимоотношений вообще с инвесторами. А потом мне просто предложили пойти в бар и работать. Я попал в этот бар, и там был молодой инвестор. По мне, очень крутой и амбициозный человек, который на собеседовании у меня просто спросил, ведь ты скажи, ты человека науи можешь послать? А я работал в ресторане высшей наценочной категории. Я говорю, ну если надо будет, то как-то решим этот вопрос. Ну все, хорошо, будешь работать. И с ним мы долгое время проработали. И это безумно крутой опыт. Потом просто так жизнь связала, что я ушел к своим друзьям, школьным. Мы вместе там в баскетбол играли и так далее. И он запускал сразу кафе, потом бар. И вот они попросили о помощи. Я говорил про герои. Когда герои пошли вниз, меня пригласили туда заняться этим проектом. И вот я с ними работаю долгое время, но судьба так кидала. То к Борису, с которым я работал, то к Алексею. А инвестора во Львове, скажем так, он сам меня нашел, потому что меня пригласили в каком, в шестнадцатом году во Львов, проходил баркэмп, который сухомлин делает своей командой. Меня пригласили туда спикером, ментором. У меня была команда, проект, знаете как, там дают задание, реальное помещение, все дела, и за два дня, за три дня нужно придумать проект и презентовать его. Вот мы придумали проект, и так получилось, что человек, инвестор, в команде не был, был его друг, но мы вечером вместе тусовались. В последний день он меня там завозил в аэропорт, то все, и в прошлом году он приехал в Минск, пришел в курилку, естественно, ну мне не писал, он приезжал по бизнесу, он кофе занимается. И что-то потусовался, потусовался, и на следующий день мне пишет, слушай, приедешь во Львов? Я говорю, чего? Ну бери жену и приезжай, просто потусуемся. Вот хочу с тобой увидеться, пообщаться. Я понял, что это хитрый план какой-то там у него. Я приехал, и он сразу с аэропорта на нас повез в помещение. Мы спустились, он говорит, что скажешь? Я говорю, ну дай до вечера подумать. И вот к вечеру я придумал этот проект, и все, и вот так вот договорились, и сейчас я, скажем так, уже партнер с ним, у меня есть там своя небольшая доля, и вот так получилось. Как еще инвесторы находятся? В прошлом году, когда выступал на МБС, после лекции у меня появились люди, которые захотели консалтинг сделать. Там в Твери один, один в Питере, один в Москве. Ну я от них отказался, потому что занялся Львовом. Вот так и находится. За барной стойкой можно банально найти инвестора, только не надо прямо в лоб говорить, что-то, давай бар откроем там. Есть, да, просто один человек, Максим, он живет в Атланте, он совладелец компании ИПАМ. Очень часто у нас в баре выпивает, и он как-то пришел ко мне, говорит, скажи мне, почему все бармены хотят, чтобы я бар открыл вместе с ними? Я говорю, не знаю, Максим, вам вообще это нужно? Так вот и я говорю, что мне не нужно, это я люблю тусоваться в барах. Вот главное правильно завязать диалог и найти инвестор. Далеко не со всеми людьми можно сработаться. У меня были такие люди, с которыми я вообще в процессе беседы заканчивал тему и говорил, что нет, с вами я не буду работать. Конечно, конечно, да. Да, все то, что я рассказывал, изучение конкурентов, целевая аудитория, средний чек и так далее, это все прописывается в бизнес-плане. Естественно, это усредненные какие-то цифры. Ты считаешь свое количество посадок, сколько у тебя будет обороты, и делаешь просчет три месяца, полгода и год с возможностью естественного роста предприятия там и так далее. И считаются тогда риски, инвестиции, за сколько проект окупится. Еще вопросы? Сколько вам нацеление с точки зрения в бар? Какие интересы? Так, в мере, и в оба? Да на самом деле все просто. Бар оценивается успешно или нет, когда в нем много людей. Если в бар приходит большое количество людей, значит, наверное, он успешный. Но для того, чтобы оценить, это цифры. Цифры, которые уже заложены. Это зарплатный фонд, аренда, твой склад, который у тебя из алкоголя состоит, какие-то расходы и так далее, они все учитываются. И если инвестор уже выходит в небольшой плюс, можно считать, что бар успешный. Потому что бары в любом случае это всегда прибыль. Если к нему правильно относиться, организовать процесс, то это как, ну не знаю, как фастфуд. Все любят выпить и продавать коктейли. Почему интересно? Потому что ты можешь продавать алкоголь в 3-4 раза дороже. Интересным способом. Поэтому это то же самое, как кофейни, у которых огромная не маржинальность, а прибыльность ни на чем. То есть просто на кофе. Это вот во Львове круто работает. Потому что, знаете, во Львове есть статистика, что в день каждый житель выпивает две чашки кофе. Там живет миллион человек. За год приезжает больше двух миллионов туристов-иностранцев и порядка четырех миллионов внутренних туристов. Две чашки в день у них просчет на жителей. То есть в среднем в день продается два миллиона чашек кофе. Если разделить на все кофейни, можете посчитать, как какой-то успешный бизнес. Там все пьют кофе. Утром чашка кофе, в обед чашка кофе и так далее. Все? Еще один вопрос. Как и какие критерии уроки, мотивации? Во Львове было очень сложно искать персонал, потому что это пришлось делать летом, когда оттуда многие уезжают в Польшу на заработки. Многие заняты в сезонности, летние террасы и так далее. Могу сказать так, что за время… очень помог Фейсбук. Я там размещал анкету. Причем первый пост мой был просто шлите резюме на почту. Мне пришло больше ста резюме со всей Украины. И этот вопрос очень на самом деле крутой, потому что для того, чтобы устроиться на работу, нужно уметь составлять резюме. Все эти ста резюме я отсек, потому что там было все ужасно. У кого-то просто с Work.ua странички, ссылки присылали и так далее. То есть изучение портрет клиента, первое, кого вы должны изучить себя. На себя составьте резюме. Оно всегда должно висеть, потому что может прийти время, когда не найдете работу. Когда мне пришли все эти резюме в таком виде, я решил, что я сделаю. Есть Google, есть Google форма опросника. Я сам составил те самые вопросы, которые мне нужно задавать. Мини-собеседование. И таким образом я набрал четверых. Пятого человека, девочку, я был в кофейне, у меня была там встреча. И она безумно круто нас обслужила. Я прям там же ей сделал предложение о нехочешь ли ты уйти в бар работать. И потом оказалось, что эта девочка очень такой серьезный бариста. И она сразу же решилась. И она у меня сейчас один там из лидеров в баре. Очень круто общается. Вот так сложилось. А четыре анкеты, это да, пришли на мои опросники. И ребята прям ответили круто. И когда я уже с ними встречался, вот все, что они написали, у них в глазах было это видно, абсолютно честно и откровенно. Вот так ищу. Ну, фейсбук помогает, плюс куча друзей в разных барах, общение так и находится. Мотивация. Мы сразу даем хорошую зарплату. Почему? Потому что даем обучение. Я три месяца ребят учил, вкладывал там в них базу. И для нас неинтересно три месяца учить, и потом, чтобы они от нас ушли. Поэтому на старте даем хорошую зарплату. По истечении полугода есть такая у нас мотивационная программа, как процент от дивидендов. Не какие-то проценты от продажи коктейлей, а проценты от дивидендов, чтобы ребята были напрямую партнерами. Так вот у нас будет пять процентов, если они выйдут на определенную выручку, та, которая нам нужна, для того, чтобы все себя комфортно чувствовали. И у пяти барменов будет по одному проценту предприятия. То есть если они выходят на этот рубеж, они получают закон на пять процентов, который делится, если бар заработал 10 тысяч долларов, то это сколько там, 500 долларов их. Не от оборота, а от дивидендов. Да, да. У нас проходит общее собрание. Мы просто так проходим в курилке. И точно так же устроено во Львове. Ребята будут в курсе всех абсолютно цифр, для того, чтобы они понимали, откуда в принципе берутся деньги. и как они крутятся и работают. Да, да. Все верно. Все, спасибо. Я еще здесь до четырех, можно будет пообщаться где-то в аудиториях. Спасибо.